Уверен, товарищ, новый дробовик будет говном, ведь он за карточки, не за донат. Какие ваши доказательства? Приветствую вас, леди и джентльмены! Другие подруги, с вами Мартин, капитан Чайдович, извините, сука, на смех пробила чё-то вы, ну, всё, о чём мы мечтали, наш. Понимаете, вот наш дробовик на 100%, даже больше, чем Сайга. Вдумайтесь только над этим названием, Калашников, USA, Камрад-12, Камрад, что переводится как товарищ. Чувствуете, прямо клюквой пахнуло, я чувствую, что следующая спецоперация будет с бурыми медведями и балалайкой, по-любому, сто пудов. А этот прицел, прицел, сука, наш, родной, каждый, кто родился в 70-х, 80-х, сейчас он просто всплакнул, блядь, я даже телевизор как горизонт, сука. Я не могу, это игра сидеть меня, извините, просто, и эти пацаны в трениках вокруг, блядь, как будто только за бутылкой, или за хлеб в лучи. Ха-ха-ха-ха, да, сразу, сразу по пизде прошел, сразу, ха-ха-ха, это называется, игра попала в руки Аллот-Стим. Извините, правда, он прям за живое задел. Ха-ха-ха-ха-ха, ладно, все нормально, приступаем. Итак, дробовик новый, Камрад-12, товарищ, однозначно, прямо по названию понимаешь. Вот его ТТХ. О чем эти ТТХ могут нам сказать, ребята? А они могут сказать о следующем. Это весьма годный, улучшенный копипаст Сускона. Как у младшего товарища, дробовик товарищ товарища, понимаете, дробовик является автоматическим. То есть, если вы зажмете левую кнопку мыши, что далеко не все, к сожалению, поняли, если вы зажимаете левую кнопку мыши на этом дробовике, он стреляет сам, автоматом. Вот, это надо уяснить, многие до сих пор не поняли, а это так. Идем дальше, сука. Внешний вид красивый. Прицел классный, не знаю, ну прям вот прицел ностальгии выбивает, реально, 80-е, у бабушки такой стоял. По реальному нагибу, что могу сказать про него? Он хорош, вполне годен. Лучше Ускона. Лучше, как. Он действительно, друзья, он лучше Ускона. Хотя, было бы чем тут, как бы, гордиться, просто поймите. Ну, говорят, он лучше Ускона, это абсолютно Ускон. Ну, конечно, лучше Ускона, Ускон водился, измените меня уже, как бы, по меркам Варфейса прошел, как бы, сто лет в обед. Ваншоте там, кстати, вполне годно. Темпстриль быть тоже хороший. Точность от бедра и точность прицели позволяют эффективно вести бой. Но при всем при этом, друзья, есть один большой недостаток у этого дробовика. Прямо сходу вам это говорю. И, как ни странно, это отдача. Дело в том, что, действительно, очень часто, наверное, более чем в половине случаев, выгоднее стрелять по одному патрону. То есть, как с полуавтомата. Стрельнул, 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 так, с определенным промежутком небольшим. Нежели зажимать. А зажимать не очень комфортно. И хотя есть этот прицел, вот этот горизонт, который снижает отдачу, тряску. Есть ручка там, все это. Но, ребята, это так не работает. С полными этими обвесами, если даже какую-нибудь там снарягу на это на все поставить, минус отдача, минус что-нибудь, минус тряска. Все это хрень. Все равно. Очень сильно этот дробовик в автоматическом режиме колбасит. Реальная эффективность огня автоматического достигается на ближних, самых ближних дистанциях. И желательно стрелять от бедра. Вот ты выскакиваешь куда-нибудь, хоп такой, из-за ящика выпрыгиваешь, а перед тобой там два противника или один противник. И ты понимаешь, что вот он перед тобой, тут доплюнуть можно, начаться вот так с кулака. Просто от бедра зажимаешь и все. В этом плане он хорош. И в этом плане, вы знаете, вот в таких ситуациях, close совсем, рейндж, совсем маленькие дистанции, когда вот ты, вот противник, можно почти рукой достать. В этих ситуациях, возможно, он даже будет лучше, чем, ну, лучшие дробовики варфейса другие. Почему? Потому что там ты можешь смазать. Да, не удивляйтесь, многие говорят, как можно не попасть в упор. Вот как раз в упор-то можно и не попасть. Противник двигается, быстро перемещается. Перед тобой, опять же, ты выпрыгиваешь, все происходит на движении. Он движение, ты движение, сука, вот этот весь экшен пошел. И поэтому промазать стоповых дробовиков вполне можно. А у Камрада такой проблемы нет. Ну, промазал, помазал, просто кнопку зажал, скилл показал и все. Так что я лично думаю, что новый дробовик, Камрад, однозначно зайдет тем людям, которые, ну, по каким-то своим причинам, ну, я бы мог сказать, слабым игрокам. Но это будет, наверное, как-то неправильно, потому что, ну да, может быть, по уровню мастерства они слабые, но просто не у всех есть возможность целый день сидеть задротить варфейс, будем честны. Кто-то после работы приходит поиграть, кто-то после учебы, и у человека есть другие приоритеты в жизни. Вот это так будет правильно звучать. Вот, и для этих людей им часто заходит там ДП какой-нибудь, который я, например, не люблю. Им там лох зашел, вот этот МХ-12. И я думаю, этим людям точно может зайти Камрад. А с Чапой потягается? Не, капитан, очевидность, не лучше он, конечно. Ни Чапой, ни Киллтека, ни Бинельки той же. Кстати, многие говорят, что типа он похож на Бинельку, только еще типа и автоматически. Но нет, друзья, нет, нет, еще раз нет. Бинелька, ты вошел в прицел, эта Бинелька, она конкурент. Киллтеку и Чапе, она что-то между ними. То есть, понимаете, это пушка, с которой можно выходить на толпу выгоднее, чем с Киллтеком или с Чапой. А скажем, на дистанции она и Киллтеку, и Чапе может проиграть. То есть, это пушка, которая призвана бороться с большими скоплениями противников. А этот дробовик, он тебе не может такого позволить. Он может, ну как бы, ну не то пальто будет. Сейчас объясню почему. С Бинелькой ты в прицел вошел и раз за разом кликаешь, и у тебя высокий почти как автоматический темп стрельбы, почти как у Камрада получается. Но, понимаете, оно все летит точно, там нет отдачи. А у Камрада, если ты войдешь на какой-то там инженерной дистанции в прицел, и будешь просто жать, у тебя прицел, сука, вот так все будет во все стороны разлетаться. То есть, его реально автоматически, вот этот темп, который у него есть, его можно будет выжать только в упоре, понимаете. Вот в упор ты встал, и вот тогда он действительно эффективен, как автоматический дробовик. Поэтому я не считаю, что Камрад является хорошим, скажем так, конкурентом для дробовика Бинелли. Это дробовик, который займет свою нишу, ту же нишу, которую занимает Мэйдж, который занимает ДП-12. То есть дробовик действительно ближних дистанций, где он максимально раскроется. Дробовик, который менее требователен к скиллу, нежели киллтек, даже та же Чапа, даже та же Бинелли. Просто вот кнопочку зажал, и все, у тебя в принципе, если дистанция небольшая, и разброс не очень сильно будет влиять, все у тебя будет хорошо. Собирать стоит? Эп, стоит, не стоит, вопрос хороший. Я бы мог сказать, что действительно его стоит однозначно собирать, но в то же время мы знаем, я понимаю, как понимаю, он будет все-таки у нас в карточках, и в карточках у нас есть Чапа Трипл Трит, жопа тройная угроза, извините меня. Дробовик топ-1 в Арфейсе, наравне опять же с тем же киллтеком или Бинелли, но будем честны, прямо он, наверное, все-таки всех переплевывает, по той простой причине, что ты не знаешь, что ты сделаешь с киллтеком или с Бинелли, и какая будет ситуация, а жопа тройная угроза позволяет тебе практически гарантированно гарантированно хотя бы один фраг на том же РМ сделать всегда, причем не на своей, а где-нибудь там, сука, на штурмовой дистанции за 3-9 земель. Так что, имеет ли смысл вместо Чапы собрать Камрад? Я думаю, что однозначно нет. Даже если, опять же, у вас невысокий уровень игры, ну блин, ну с Чапы убить, сука, ну от бедра херанул 3 раза, ну одного ты по-любому убьешь. Поэтому, что касается Камрада, учитывая то, что это карточки, неплохо, хорошо. Но у меня есть одна просьба к разработчикам. Огромная просьба, что позволит этому дробовику потягаться, нет, не выиграть, но потягаться с лучшими дробовиками, сделает его классным, и много людей, в том числе и я, кстати, станут с ним бегать, и инды этой игры, легендой Warface, как когда-то стал USAS 12. Хотя, конечно, таким мощным он не станет почти наверняка. И то, что я прошу сделать у разработчиков, это убрать его отдачу. И сделать ему такую же примерно отдачу, как у дробовика USAS 12. Все, вопрос решен. Вот при таких раскладах, это действительно будет конкурент Benelli M4 Custom, да, в принципе, в какой-то мере, Killtech и Chappie тоже вполне очень даже может быть. Все-таки магазин на 14 патронов, да с таким темпом стрельбы, да если и отдача будет слабенькая, извините меня, конечно, он не будет их переплевывать, скорее, они его, но за счет вот маленькой отдачи и автоматического огня, многим людям, опять же, с не самым высоким уровнем игры, он однозначно понравится. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok